Место писания буду читать вместе с вами, записано в Деяниях Святых Апостолов, 19 глава, буду читать с 11 стиха. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Братья и сестры, я словом поделюсь вот на этот последний стих, хотя события прочитал, такие немаловажные. Как бы тема слова «С такою силою возрастало и возмогало Слово Божие». Братья и сестры, апостол Иисуса Христа, имя которому Павел, совершал дело благовестника, проповедовал об Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Сатана очень сопротивлялся этой проповеди и этому служителю, всячески сопротивлялся. И здесь вокруг проповеди и вот этого служения об Иисусе Христе, такое событие сейчас мы только что прочитали, что больные исцелялись, бесы покидали людей. Сыновья священниковские, вы услышали вот эти дела, которые делаются, тоже попытались Божью благодать к себе присвоить. У них ничего не получилось, они опозорились и нагие убежали, спасая едва душу свою. Братья и сестры, здесь написано дальше. Вот такие вот события совершались, и от автора Священного Писания стоит вот такая приписка. Какая приписка? Написано, с такой силой возрастало и возмогало Слово Божие. С такой силой. Прежде чем это написать, вот именно вот это предложение, друзья, Дух Святой нашел нужным написать события, которые происходили, чтобы мы видели, читали. А с какой силой Слово Божие росло? С какой силой? Вот сила вот этого роста Слова, оно в чем заключалось? То, что я сейчас прочитал, и еще здесь написано. «Многие из уверовавших приходили, и исповедуя, и открывая свои дела». Братья и сестры, Слово Божие прозвучало, прозвучало в том, что это заповедь Божия, так надо поступать. А как надо поступать? Люди добрые, служитель Божий так проповедовал, что надо исповедоваться. Хоть какой-то грех, если теснит душу, не даст ни радости, ни покоя. Бог этому учит, это его желание. И когда он это все объяснял, исповедовался, призывал к исповеданию апостол Павел, друзья, то написано, что росло Слово. А как росло? Люди слышали, могли не исповедоваться, могли исповедоваться. И написано, что приходили люди и делали это. И вот то, что они приходили, слыша вот это Слово, Дух Святой отмечает, что росло Слово не Павла, служителя Божия, росло Слово Бога и с большой силой. Это не все. Написано, что приходили, открывая свои дела. Может быть, в прошлой жизни даже люди обратились к Богу, может быть, крещение уже приняли эти люди. Но если что-то на совести есть и вспоминаем 50-ти или 20-ти летней давности, какое-то дело. Здесь не имеется в виду добрые дела, а грязные дела, скверные дела, греховные дела. Приходили люди и открывали. Может быть, это было стыдновато делать и больно делать, но люди это делали. И когда это люди делали, Дух Святой пишет, друзья, а что пишет? Росло Слово Божие. Как это хорошо. Еще здесь написано, что и занимающиеся чародейством люди занимались. Сегодня масса таких людей. Экстрасенсы, колдуны, ведьмы, всякие вот... То, что было раньше в позоре, сегодня это все под видом дипломов. Дипломированные люди. Сегодня это вошло в быт и жизнь людей. И вот как это сегодня, так и было, видимо, тогда раньше написано, что кто занимался чародейством, здесь не написано, что проповедовал об этом Павел, но я не иначе думаю, что он об этом проповедовал, как служитель Божий. И когда он проповедовал, реакция на его проповедь, в чем заключалась? Брали стопки книг этих, несли, в кучу сложили и сожгли. Здесь указана сумма, на какую вот обозначалось вот это вот, но количество книг. Сжигали люди вот эти вещи. Братья и сестры, может быть, ради слушателей хочу сказать. Достаточно одной книги в доме нашем, в квартире нашей, может даже в сарае нашем, где-нибудь, но это на моей территории, одной книги достаточно для того, чтобы сатана юридически претендовал на вашу душу. Достаточно одной книги, достаточно какое-то одно, ну, добровольное заклинание, оно где-то будет спрятано, таится, а я знаю об этом и таю, и оно будет удерживать человека даже от спасения. Человек может испытывать страхи, ужасы, человека могут посещать мысли о самоубийстве. Это вот одной мелочи, как будто мелочи ее достаточно. И когда Павел об этом проповедовал и говорил, люди добрые, это плохо. Это нам самим плохо. Поэтому это вещь, от которой надо чем быстрее, тем лучше освобождаться. Услышали люди, а запаслись этим багажом, надо что-то делать. И не на рынок надо нести и продать, чтобы хоть какую-то долю взять с этих книг, сжигать. Эта вещь только огню и больше ничему. И когда Павел об этом проповедовал, был отклик людской, был отклик. Люди принесли, сложили и как-то там успели даже цены эти сосчитать. Братья и сестры, во всех этих делах видно, Дух Святой подчеркивает, растет Слово Божие. Павел сеял Слово, а рост этого Слова как раз в том, что люди откликались вот на такие дела. Братья и сестры, я вот об этом хотел сказать, вот как Слово растет. Здесь об этом написано. Слово растет и так, не иначе понимаю. Вот когда, к примеру, проповедующий вышел за кафедру, будь ли то сегодняшнее собрание, раньше или позже вышел, Слово говорит, поделился словом, говорит, братья и сестры, в конце моей проповеди сейчас мы преклоним с вами колени и помолимся. Братья и сестры, если приглашение есть к молитве, и прозвучало Слово, к примеру, даже пусть не очень ясное Слово, даже если и так, пусть если не очень конкретное, но разве молиться не о чем? Если прозвучало Слово, был посев, а нет молитв, это не значит, что растет Слово. Много молитв, значит, быстрые всходы, быстро растет Слово Божие. Если сегодня, как и тогда, есть отклик на служение, ну, к примеру, допустим, мы говорим, нередко с кафедры говорим, что вот, ну, член нашей церкви, гость ли приезжий, лежит в больнице с ребеночком, операция предстоит, или просто взрослый человек лежит в больнице. Братья и сестры, звучит вот это Слово, и когда оно звучит, и вот это Слово прозвучало, и у меня, у вашего брата, есть отклик на это Слово, значит, оно у меня растет. Я беру и еду, собираюсь и иду. Растет Слово Божие. И оно может с силой расти, вот это Слово, а может оно быть, может вообще не расти. Если сегодня, вот, друзья, иногда звучит и такое, что надо кого-то из пожилого состава посетить. Состарилась, сестра наша, или брат состарился, уже по немощи не может прийти в собрание, надо посетить. Просьба звучит. Это не просто просьба человека, просьба служителя. Это Бог этого хочет. Братья и сестры, был болен, и вы меня посетили. А если нет отклика, Слово не растет. Друзья, у нас сегодня, я хотел сказать, что и есть солдаты, которые в армии служат здесь недалеко. Хорошо, если есть отклик. Думаю, что это мы часто побуждаем к этому служению больше молодежь нашу, если даже кто-то и постарше посетит, как отец или мама. Хорошо будет, даже очень. Братья и сестры, мы сегодня осуществляем близок финиш строительство дома, недалеко отсюда. И хорошо будет, когда люди откликаются, надо там поработать. В эту субботу, я к примеру говорю, надо пойти поработать, надо пойти потрудиться. Есть отклик. Я слышу, и я пойду. У меня есть свои планы, свои дела. Я их немножко в сторону отодвину, и я пойду и буду трудиться. Братья и сестры, вот когда есть отклик, в наших душах растет и растет Слово Божие. И может, с силою, а может быть, оно глохнет при первом же посеве. Друзья, когда в нашей церкви мы нередко свидетелями становимся, вот прошло собрание, в конце и сегодня собрание Виталий Александрович будет говорить, кто хочет покаяться, кто услышал Слово, кто понимает, что грешник, надо пройти сюда вперед. Уж у нас такой порядок. И несколько слов от сердца сказать, Господи, я грешник. Кто хочет покаяться, призыв, идите вперед. И когда люди идут вперед, один или два человека, или больше, меньше, друзья, растет Слово Божие. Оно селится, и сразу всходы. Кто-то на крещение заявляет, кто-то на членство, кто-то идет на беседу личную, что-то открывает. Братья и сестры, так растет Слово Божие. Я хотел сказать вот в этом слове, друзья, почему Слово Божие растет, и почему не растет Слово Божие. Вот однажды Иисус Христос привел для всех присутствующих людей притчу, такой пример. Говорит, что вышел сеятель сеять, и когда сеял, то одно семя упало на такую почву сердца, как при дороге затоптанное. И птицы прилетели, поклевали, и никаких там ни роста, ничего нет. Вот в такое сердце упало затоптанное. Братья и сестры, для того, чтобы вот идти в собрание, и здесь вот мое сердце никак при дороге было, его вспахивать надо, его обрабатывать надо. Ну, я, к примеру, даже просто приведу. А чем? Да просто. Хорошо будет, особенно для тех, кто на машине едет. По пути в церковь спеть два, три, десять псалмов, двадцать псалмов. Как это хорошо. Почва размягчится. Мы иногда даже не только ради того, чтобы чуть-чуть потише. Вот Владимир Николаевич объявляет, говорит, сейчас мы попоем до начала собрания. А для чего? Одна из причин, почему мы поем, пение распахивает. Враг лукавый затаптывает почву сердца, а пение распахивает. Вот сердце мягче становится. Сейчас будет проповедь звучать. Бог сеять будет. И я хочу, чтобы она росла. Надо попеть. Надо попеть. Друзья, я говорю, что вот если кто-то на машине, ну а если кто-то на метро в общественном транспорте, можно попеть? Можно. Но я не говорю, что вслух. А вот в тайниках сердца можно попеть. И несколько псалмов попеть. И почва сердца будет распахиваться. Братья и сестры, Иисус Христос говорит, вторая почва, она похожа, когда когда есть камни, каменистая почва. Друзья, достаточно не 10-20 камней, одного камешка. Камень – это грех. Если есть хоть один камень, братья и сестры, не надо рассчитывать на рост Слова Божьего. Не надо на то рассчитывать. Хорошо бы, если бы сначала вот это вот произошло очищение от этих камней. Я вот вырос в такой местности, где земля, чернозем, никаких камней. Вот я не иначе представлял всегда везде такую почву. А когда нас в армию, ну, в общем-то, забрали в армию, я помню, то нас там солдатиками в стройбате служили. Однажды в субботний день взяли от работы и послали на поле возле Ленинграда, Санкт-Петербург. Вывезли нас на поле. И вот мы солдатики, человек там где-то 300-500 человек, солдат, ходили по полю. Там через каждых 50 сантиметров вот такой камень, больше, меньше. Мы просто собирали камни. И они каждый день, они растут там камни. Прям растут. Трактор прошел, вспахал, там вот столько камней. Я удивился. Я думаю, что здесь еще что-то будет сеяться. Будут сеять там. И будут ожидать всходы, рост, а потом и плоды будут. Вот такое поле. Я даже, я первый раз видел, больше такого я никогда не видел, вот такой почвы, как там в Питере. Братья и сестры, если в сердце есть грех, большой или малый, а если он еще не один, слово, какой бы сеятель не сеял, оно не вырастет. Это бесполезно. Еще Христос привел пример, что наше сердце, наша почва сердца, она похожа, как если будет сеяться слово, как в тернии. А тернии, это заботы века сего. Я эту почву сердца чем могу отобразить? Знаете, чем, братья и сестры? Вот пришли мы в собрание, в церковь, слушаем, назидаем. Кто-то с усталым сердцем пришел, кто-то, может, разволнованный пришел, у кого-то умиротворенный. С разным пришли мы состоянием. Если кто-то пришел с одним желанием, Господи, посеи ты мне сегодня побольше, я буду жаждать, я буду алкать этого. Братья и сестры, Бог посеет. Это добрая почва. Но если кто-то сегодня пришел, и даже, к примеру, не только во время собрания, а до собрания, думает, вот надо поймать, успеть вот этого брата, обсудить там какие-то дела с ним, житейские. Надо поймать еще одного брата. Ну, братья думают об этом. А если сестры думают о чем-то другом, о земном думают, можно думать. Но Бог видит. Значит, сердце таково. Это тернии. Они не дадут росту. Никакого не дадут. Рост не будет. Семя сеется, но роста не будет. Братья и сестры, для того, чтобы росло слово, росло, оно сеется. Надо, чтобы была вера. Без веры не получится. Ни у кого не получится. Вот кто верит, там и будет рост. При посеве будет. И один такой отрицательный пример приведу. Один брат наш ехал в поезде, ну и беседовал об исповедании. Со своим, ну как сказать, в общем, попутчиком беседовали. И долго-долго беседовали. И вот этот вот, значит, собеседник, ну он считается верующим, верующим по православию, а веры живой нет. И он рассказывал наш брат-служитель, что надо исповедоваться. Если вы исповедуетесь, то Бог простит и очистит. Он так сказал Бог. И вот он долго беседовал, рассказывал, ну вы верите, что если сейчас исповедуете, вас Бог простит и очистит. Вот собеседник говорит, нет, я не верю. Не верите. Он тогда еще начал объяснять. Еще долго-долго объяснял. Но теперь верите? Нет, не верю. Ну и тогда наш брат, знаете, что сделал. Они там, ну в поезде, там это не купейный, плацкартный вагон сидят вместе. Столик там продуктов немножко. И наш брат взял на себя кусочек хлеба на плечо положил. Вот видите, вот представьте себе, ну простите, что он так сделал. Он как сделал, так и говорил. Можно было на другом чем-то это отобразить. И он взял этот кусочек хлеба, говорит, вот видите, вот к примеру, это грехи, ваши, ваши грехи. Они, они эти грехи положил к нему на плечо. Они на вас эти грехи. А потом Бог что сделал? Взял эти грехи и переложил на Иисуса Христа. Взял этот кусочек хлеба и положил к себе на плечо. Вот видите, они, этот кусочек был на вас, а теперь на мне. Это сделал Бог. Вы верите, что вы исповедовались, и теперь ваши грехи на Иисусе Христе. Верите? Он говорит, не верю. Не верю. Братья и сестры, невозможно расти Слову без веры. Невозможно. Вот если оно звучит, сеется, и человек верит, будет рост. Иначе никакого роста не будет. Я понимаю, друзья, что для того, чтобы Слово росло, надо вот как по сельской жизни, надо любой посев поливать. Или дождь, чтобы Бог посылал. Если дождя не будет, надо поливать. Вот полив Слово, я могу сравнить с тем, что, друзья, это молиться надо. Молиться. Вот сейчас, к примеру, я Слово проповедую, это мы, ну, все слушаете Слово. И может быть, друзья, может быть, у кого-то какое-то Слово пробиться не может. Какое-то вот семя тяжело, или затрамбована почва, или камень мешает, или еще что-то. Вот какое-то Слово не может вырасти. Друзья, хорошо мы делаем и ради слушателей, и ради членов Церкви, скажу, что хорошо делаем. Вот сейчас будет призыв. Помолимся, друзья. И мы встанем на колени. Кто-то вслух, а кто-то в тайниках души может сказать, Господи, ты видишь, вот это Слово, оно мне нужное Слово. Может быть, неделю назад звучало, может, даже месяц, и я не хочу, я сопротивляюсь, чтобы оно во мне выросло, а я знаю, что оно должно, это Твое Слово должно вырасти. Помоги, чтобы оно во мне выросло. Братья и сестры, помолитесь об этом. Молитва – это есть полив вот этого посева. Вырастет оно. Помолитесь, скажите, Господи, моя, вот сорняк главный, плоть моя, оно сопротивляется росту. Помоги, чтобы оно выросло, и Бог поможет. Братья и сестры, для того, чтобы Слово росло, иногда Господь, знаете, еще что делает? Не только, чтобы росло, а даже плод приносило. Помните такой случай в Евангелии от Луки, когда пришел, пришел, кажется, государь, вот, к садовнику пришел, посмотрел на смоковницу, ни одного плода этот государец срубить. Все. Уже несколько лет место только занимает, срубить. И тогда вот этот садовник говорит, потерпи еще чуть-чуть, я окопаю ее. И там мысль какая, я ее обложу навозом, но уж если и потом не принесет, тогда эту смоковницу надо срубить. Еще потерпи. И вот у меня мысль, друзья, чтобы росло, Слово и плод приносило, навоз нужен. Навоз. Я, да и вы, наверное, знаете, что это такое навоз. Это не удобрение, это такое, ну, в общем-то, естественное такое унаваживание для хорошего роста. Братья и сестры, с навозом я могу сравнить это с скорби. Бог нам допускает в жизни, вот всем присутствующим, если маленькие сегодня, вот они сидят, улыбаются, и Слово сеется, они могут не слышать. Но чтобы стали слышать, Бог иногда унаваживает. Что делает? Скорби посылает. Я такой пример приведу. Вот. Одна сестра позвала в больницу, помолиться, заболела, скорой забрала, забрала в больницу. Но я, когда пришел, выслушал ее внимательно, она кое-что рассказала, исповедовалась, помолились, расстались. Через два дня ее выписали, я думаю, отметил, слава Богу, Бог услышал и ответил на молитву. Она выписалась, через два дня, через три дня она снова попадает в больницу и снова звонит, говорит, срочно, не просто прийти, прилететь надо срочно в палату. И когда я пришел туда, в больницу, я говорю, что случилось? Что, ты же вроде выздоровела опять в больницу, что случилось? И она говорит, что говорит, но такие вещи серьезные, говорит, плача и рыдая в присутствии, ну, тех, кто в палатке лежит, не стесняясь, нисколько. Говорит, брат Коля, вот я тебя первый раз пригласила в больницу, я болела, мне было тяжело. И когда я стала исповедоваться, что Бог меня услышал, то я рассказала тебе, исповедовала. Это слово, оно стало расти во мне. Но при этом, ты знаешь, что самое главное, самое ужасное, я тебе не рассказала. Я это скрыла. Я сделала это умышленно. И теперь вот Бог допустил, а что допустил? Ее физическое состояние стало еще, она говорит, я, наверное, умру. Я себя чувствую плохо. Врачи ничем помочь мне не могут. Пожалуйста. Вот я сейчас готова все рассказать. А уже если умру, ну, чтоб хоть на сердце-то было свободно и чисто. Братья и сестры, вот я этот пример привожу. Почему? Потому что бы, вот все-таки вопрос, слово, чтобы росло. Что делает Бог? Посев есть, и Бог обложил навозом, вот этими скорбями, болезнью обложил. И выросло слово. Точно выросло. Но без навоза ничего не получается. Иногда так Бог делает. А может, и не иногда, а может быть, часто. Братья и сестры, я закончу это слово чем? Вот, мы все члены церкви. Есть у нас и сегодня слушатели, я по лицам вижу, радуюсь. Есть кто еще не член церкви? Я хотел бы закончить это слово чем? Знаете, чем, друзья? Вот, мое сердце, это почва для слова. Растет ли там слово, когда Бог сеет вот это слово? Растет или медленно растет? Или оно заглушено чем-то? Может, камнями, может, терниями, может, затоптано? Растет или не растет? Вот мы читаем, что в служении апостола Павла вот такие были чудеса. И с такой силой росло и возмогало слово Божие. Я думаю, что Господь очень хочет. А что хочет Господь? Чтобы у нас росло вот это слово Божие. Чтобы росло, друзья. Хочу сказать, что это непросто, это тяжеловато, очень тяжеловато. Я, друзья, недавно вот этим словом маленьком кругу делился и сказал, а что сказал людям тем, среди которых делился, говорил, что если у вас, им говорю, если у вас растет слово Божие, беспрепятственно всякое растет слово Божие, вы порадуйтесь и поблагодарите Бога за это. И еще раз, и еще о чем попрошу, тогда помолитесь за меня, чтобы у меня росло слово Божие. Потому что так иногда тяжело, чтобы дать простор росту слова. Слышишь, знаешь, понимаешь, но препятствуешь сам по себе росту этого слова. Просто об этом помолитесь. И поэтому я хочу вас пригласить, друзья, вот как для неверующих, если мы читаем за неверующих, не спасенных, так для спасенных препятствия в росте одни и те же, так и для верующих. Успех один и тот же. И мы сейчас, друзья, заканчивая вот это собрание, попрошу, давайте помолимся, помолимся, о чем слышали слово, о чем сеял Бог нам, чтобы слово росло и возмогало в наших душах. Аминь. Аминь. Аминь.